И чернильная тьма наступает опять, Как движение ума отметается вспять, И сияние звезды на латуне осей Глушит звуки езды на дистанции всей. Шитцу фуэ – абсолютный мрак, тьма, ничего не видно. Беспросветная мгла в этой идиоме – метафора невежества. Шитцу – это катка или лохань, наполненная черным лаком. Иногда она встречается под другим названием – щекки. Часто можно увидеть подобное ведро в мастерской, Снаружи и изнутри изрядно покрытое густо прилипшим к ней лаком или краской. Если случайно коснуться его рукой или ногой, То обязательно испачкаешься, и без растворителя не обойтись. В дзенском же смысле слово – шитцу – метафора того, Чей истинный облик непонятен, Либо неизвестен – того, что утратило распознаваемую форму. При этом слово используется как в позитивном, так и негативном смыслах. Выражение коно-си-цю – упрек человека в скудоумии и непросвещенности. Ведро с черным лаком – символ невежественной тьмы, В которой невозможно распознать высшие смыслы. В сборнике куанов, которые излагают знания и опыт китайских мастеров чань Под названием «Речение с лазурного утеса» – хекиган року, есть одна примечательная история, где фигурирует та самая лохань. Суэфэн, наставляя собравшихся следующими словами, произнес «Поднимите всю землю на своей ладони, и она будет велика, как рисовое зернышко. Бросьте ее перед собой. Если вы все еще понимаете не больше, чем лакированная лохань, я ударю в барабан и созову всех поглазеть на вас». Кстати, выбить дно или сломать лакированную посуду на языке чаньских наставников означало достичь внезапного просветления. В сатирическом произведении писателя «Нацумэсосэки, ваш покорный слугокот», есть следующие строки. «Как лед растаяли сомнения многих лет, я получил величайшее удовлетворение, когда, наконец, вырвался из плена заблуждений и почувствовал себя на вершине блаженства». Чиццуонуку означает здесь вырваться из плена заблуждений.